Приближается летняя пора и, согласно статистике, каждый пятый родитель в Твери задумывается, чем будет заниматься их ребенок на каникулах. Это стало известно в результате опроса, проведенного среди родителей детей от 14 до 17 лет, которые одобряют первые шаги финансовой независимости своих чад. Наша съемочная группа решила выяснить, почему родители поддерживают подработки в подростковом возрасте и что думают сами школьники о работе на каникулах. Подробности прямо сейчас. Под конец учебного года каждый школьник задумывается о том, как провести летние каникулы. Если возникает желание не просто бездельничать все три месяца, а провести время с пользой, то на помощь здесь приходит возможность устроиться на подработку. Однако, согласно федеральному закону номер 139, несовершеннолетние подростки могут самостоятельно заключать трудовой договор лишь по достижении 16 лет. И только в том случае, если работа будет посильной и не причинять вреда здоровью, и если родители или опекуны не будут против. Опираясь на данные всероссийского опроса, мы решили выяснить, почему взрослые тверичане одобряют подростковую подработку и какие профессии, на их взгляд, наиболее подходят для летней работы. Отлично, потому что ребята могут попробовать себя на практике, посмотреть разные профессии и понять, что им больше интересно, и выбрать более правильный путь, когда уже будут непосредственно осуществлять свою профессиональную деятельность. Нужно приучать детей к труду, я считаю. Ну, сколько я вижу, они распространяют только вот эти рекламные проспекты. Очень мало возможностей. Не все возьмут маленького ребенка, ну, в смысле подростка, на какие-то подработки серьезные. О возможных перспективах трудоустройства сами подростки тоже отзываются достаточно неоднозначно. Ведь не всегда несовершеннолетнему удается найти работу, которая соответствовала бы его финансовым запросам, которые зачастую затмевают собой даже профессиональный интерес. Поэтому вопрос, кем бы я хотел работать, уже постепенно вытеснен вопросом, где я больше получу. Мы решили спросить у тверских подростков, планируют ли они работать летом и на что они ориентируются при выборе потенциальной работы. Самое главное, чтобы хорошо платили. Я сейчас вообще, в принципе, работаю в цветочном. Сдаю экзамены в этом году, поэтому еще не знаю. Буду работать или нет, если будет время, то почему бы и нет. Подзаработает что-то, то официант, возможно. Или переводчиком в плане чем-то таким. На Агрохиме, но там не платят, поэтому я пойду тоже цветочный. Вот и получается, что перспектив для несовершеннолетних открывается не так много. Причиной тому могут стать как экзамены, так и низкая оплата труда. А значит, появляется вероятность неофициального трудоустройства. В таком случае у желающих устроиться на работу несовершеннолетних есть только два варианта. Либо продолжать поиски и соглашаться на минимальный объем оплаты, либо повременить с трудоустройством до окончания школы. Однако неплохой альтернативой самостоятельному трудоустройству и профориентации могут стать, например, ярмарки вакансий, проводимые средними образовательными учебными заведениями. Но об этом мы обязательно расскажем в следующий раз.